ну что пару деньков не играл где этому смысл даже не помню где-то на корабле наверно ну-ка загрузим так по картинке должно быть понятно что на корабле так как где картинка это ой чё за фигня хочу черный экран вроде на миссии не сохранялся не помню ну да точно такие задания тоже не помню а сенсоры копья дуна обнаружили проход внутрь храма наши корабли готовы выдвинуться по твоему приказу ну понятно короче какую-то пустоту они там попали или что и храм как это висит хрен пойми что это значит короче но тут у нас есть феникс истребитель короче гравитационный луч это он получается если не ошибаюсь поднимать может воздуха и атаковать вот это вот этот прикол у него есть если вот так его юзать но это тоже это же надо рукастым быть чтобы это все если их много этих фениксов но и позырим чё там самое главное бонусное задание выполнить саларит собрать врата искривления помогают мгновенно перебрасывать войска в любую точку где есть пилон этим можно эффективно пользоваться как в атаке так и в обороне это мы знаем еще моментальный пилон с корабля с копья аду на это здравая тема хотя там открывается же пилон свои крепления надо было его выбрать короче на следующих миссиях уже его выберу там он саларита стоит немножко но она того стоит я думаю так чё тут здесь покоится зелнага если мы хотим пробудить их нам надо найти способ оттворить проход великий хранитель известно ли тебе что-нибудь о храме покоящимся под нами только мифы и легенды здесь на ульнаре представители избранных рас приходят к вознесению чтобы путь открыться достаточно одного их присутствия мне кажется все дело в этих небесных затвор мы должны захватить и надеяться что они откроют нам путь иерарх долгари мы здесь они берут небесные затворы под свой контроль я слышу его приказ не дайте отворить храм пока они удерживают затворы тайны храма останутся сокрыты от нас воины сразитесь с противником и захватите затворы победа не дастся амуну легко само собой так чего юридическое ядро воздушных войск теперь в наших звездных вратах можно вызывать фениксы они очень быстры и могут атаковать противников с дальнего расстояния голос от меня так но вам как всегда настроить оборону надо потому что времени каков нас нет то не ограничивает так что это все как всегда будет без пен надо поставить так откуда они идти вот здесь возвышение мы крадущиеся тени так ну там что то есть но пока не полезу хорошо очень разумно так будь по твой здесь тоже возвышенность что ты предложишь мои навыки пригодятся тебе так ну понятно примерно наша территория думаю nexus поставить еще один так где бы его здесь прилепить здесь так звездные врата это у нас вызывает так это петлическое ядро сталкеры часовые врата врата искривления часовые пиончиков надо поставить ну нужно построить больше пилонов а 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 так это ему чё будем ускорять может быть рабочих достроим так 3 так 6 строится 7 силы амуна направляются к нашему nexus я здесь хорошо что ты предложишь эрар алгоримы развернули огромную призму искривления если ее ядро сходно с нашим то и и реактор сделан из чистого соларита это же если получится мы должны уничтожить призму и использовать ее реактор для улучшения нашего солнечного ядра так уничтожить призму 10 саварита ща погодите все это уничтожится так 24 силе надо нам построить всякую папашу так этого первых чувств так оружейные нету врата есть симулятор есть оружейную давай так для начала пилончики в 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 Продолжение следует... 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 Твои навыки пригодятся тебе. Короче, нормально пока всё. Я сердце тьмы против 8-10. Улучшение завершено! А вторую базу можем попробовать пойти сделать. Так, здесь чё? Так, иди сюда. Я... ...мывительные стенью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok построить нельзя так но бомба есть пилон есть что можно сделать пилон поставить можно у нас база атакована Враг познает нашу ярость. Мы едины в стены. Ну, неплохо. Так, и улучшение второго уровня. Так, и улучшение второго уровня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Прикольно. Я понимаю защита. Урон сотка просто. Продолжение следует... 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 Так, что там застроить надо? Это у нас все есть. Оружейная есть, батарея есть, эта параша есть. Так, врата стоят. Вот, завод робототехники надо, и темное светилище. Улучшение завершено. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что это нам дает? В вратах построим. Врата еще построить. База атакована. Улучшение завершено. База атакована. Хорошо. Настало время битвы. Что ты предложишь? Слушай, ну они автоматически поднимают, это же вообще кайфово. Так. Так. Продолжение следует... 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 Телепортация завершена. Короче, сталкера. Я вернулся, чтобы служить. Хорошо. Так, значит, уничтожить какую-то херню, это значит, что мы напрямик пойдем, а потом боковые разобьем. Телепортация завершена. Очень разумно. Как только мы разделаемся с войсками ОМУНа, наши воины должны будут занять позиции возле затборов и получить контроль над ними. Я вернулся, чтобы служить. Этот затвор теперь наш. Судя по энергетическим возмущениям, храм откроется, как только мы захватим остальные четыре затвора. Улучшение завершено. Что ты предложишь? Ради возмездия. Будь по-твоему. Будьте на страже. Слуги ОМУНа попытаются захватить затвор. Не обречем славу на поле боя. Наш шпион атакован. Рад вас упадет. Что ты предложишь? Рад вас упадёт. Продолжение следует... 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 Месторождение минералов истощено. 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 Мы едины с теми. Все пять затворов под нашим контролем, Иерарх. Проход в храм открывается. Похоже, войска Омуна отступили. Я чувствую лишь абсолютную тишину внутри храма. Значит, мы преуспели. Скоро мы узнаем, что приготовила нам судьба. Храм объединения. Что было за задание? И нечем за десять минут? Ну да ладно. Первый раз проходить и так пойдет. Копье Адуна не сможет прийти на помощь, пока ты в храме. Будь осторожен, Иерарх. Сначала побазарим. Силы Омуна прибыли раньше нас. Возможно, они уже захватили храм. Зератул верил, что другие Зелнага ждут нас здесь. И что они помогут нам одолеть Омуна. Положить конец войне. Освободить мой народ. Тогда почему Зелнага не ответили нам? Я отправлюсь в Ульнарский храм один, Матрианх. Не хочу рисковать другими жизнями. Ты рискуешь собственной жизнью, полагаясь на слова предателя. Он убил твою мать, Воразун. Это правда. Но он никогда не был предателем. Я не ищу смерти ради исполнения пророчества Зератула. Я верю лишь в то, что ты вернешься. Это все круто, но совет. Воины не смогут помочь мне в грядущей битве. Это моя моша. Это все круто, но все равно глянем, что тут нового есть. Теперь у нас есть звездные истребители. Вот тем более. И два вида есть. Феникс и Корсан. Я даже не знаю, что они делают. Гравитационные лучи. Эта тема мне понравилась. Он автоматически действует. Восстанавливает 30 секунд. Двойной. Прекрасно. Чтобы убереть. Дестабилизирующая сеть. Все войска строения противника. В области теряют возможность атаковать на 10 секунд. Ну, даже не знаю. Как это за спецзадание каких-то. Так что феникс... Небеса зовут. Ладно, ядро. Заглянем. С тех пор, как мы тут, ключ ведет себя странно. Он словно реагирует на идущие снизу потоки энергии. Потоки энергии? Да. Это место излучает энергию пустоты. Полагаю, здесь расположен своеобразный стык измерений. Как реагирует ключ? Он словно поглощает излучаемую энергию. Информация о месте происхождения ключа была сохранена иным способом. Похоже, его перенастроили на выполнение другой функции. Надеюсь, Зелнага сами раскроют нам свои тайны. 70. И мы можем вот это вот подкрепление. Ну, надо поставить. Бойцы. Это лучше, чем пилот. Ускорение. Вызовы в войск. Что-то пассивное, что ли? В десять раз на двадцать. А, нет. Это просто нажать. И вот это подкрепление. Так, ну, удар мне нравится. Так, ну, удар мне нравится. И потом Саларид еще под копим. Может, еще что-то интересное откроется. Пускай так будет. Совет, ядро, мостик. Раш Адал осветит нам путь к победе. Адун Теридас, Иерарх. Я не знаю, что ждет меня внизу, Ворозун. Но я должен отправиться туда один. Принимай командование над копьем Адуна. Я буду ждать твоего возвращения, Артанис. Тридцать пять саларитов всего.